Инвестиционная активность в регионе немного уменьшилась, но не из-за отсутствия перспективных проектов. В среду в региональном правительстве состоялось заседание Совета по размещению на территории области производственных сил и инвестиций. Всего в регионе на сегодняшний день 38 инвестпроектов. В областном бюджете на 2014 год на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам предусмотрено 20 миллионов 300 тысяч рублей. На сегодня данные средства полностью использованы. Переходящие обязательства правительства области по инвестиционным проектам, которые у нас в реестре на 2015 год, составляют 7 миллионов рублей. В ходе мониторинга выяснилось, что несколько инвесторов свои обязательства не выполняют. И решением Совета из реестра региона исключены. Проект разработка Галчанова милицарского местонарождения Песка ООО «Цитадель» по причине окончания предоставления государственной поддержки и по причине нарушения инвесторам условий инвестиционного соглашения об оказании господдержки и предоставления отчетности. Также просим рассмотреть вопрос об исключении из инвестиционного реестра следующих проектов. Организация разработки Поляновского местонарождения песчаногравийной смеси в Ильинском районе Ивановской области. Заявитель ЗАО «СПК Острой регионгрупп». В связи с этим губернатор региона принял решение наложить мораторий на выделение земель с целью добычи природных ресурсов. До тех пор, пока не будет проведен тщательный анализ эффективности данного вида инвестиций. Также впредь инвестсоветам будет учитываться не общая бюджетная эффективность проекта, а именно те налоги и сборы, что пополнят казну Ивановской области. Давайте мы для нашей деятельности налоги во все уровни уберем и будем анализировать налоги, поступающие в бюджеты Ивановской области. При рассмотрении предприятий. Потому что это путаница достаточно серьезная. В разных случаях это вообще может быть на 80-90% чисто федеральные налоги. Я не говорю, что такие предприятия не надо пропускать. Но мы давны для себя оценивать все-таки предприятия, которые прежде всего что-то несут в копилку нашей области. В список инвестпроектов региона не так давно включен Волжский электрометологический завод. Общая сумма субсидирования предприятия 400 млн. рублей. В процессе реализации инвестиционного проекта, а также ввиду того, что прообъект введен в эксплуатацию значительно позднее, чем планировалось, произошли существенные изменения в параметрах проекта. Произошло фактическое удорожание проекта. Объем инвестиций фактически составил 1 млрд 880 млн. рублей вместо заявленных 990 млн. рублей. И это произошло в связи с тем, что были созданы и введены в эксплуатацию новые объекты капитального строительства. Также список инвестпроектов пополнило предприятие «Теплант-2». Заводу по производству сэндвич-панелей будет оказана господдержка в виде льготы по налогу на земельные имущества. С каждого рубля поддержки региону вернется 10. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.